Учреждения дополнительного образования Беларуси являются важной составляющей системы образования, обладают уникальным воспитательным потенциалом для формирования мировоззрения юных граждан, развития их социальной активности и профессионального самоопределения. На карте города Минска 13 многопрофильных учреждений дополнительного образования детей и молодежи. В семьях минчан стало прочной традицией с самого раннего возраста отдавать детей в различные объединения по интересам, спортивные и развивающие школы, где основным приоритетом столицы являются доступность, качество и эффективность. Достижение поставленных приоритетов осуществляется в режиме инновационного развития через проектную деятельность, внедрение в образовательный процесс современных информационно-коммуникационных технологий, интерактивных методов воспитания и обучения. Инновационным форматом деятельности методических служб учреждений является городской научно-методический кластер, в рамках которого функционирует 10 опорных методических площадок, а также 7 ресурсных центров, реализующих экспериментальные и инновационные проекты Министерства образования Республики Беларусь. Сегодня в многопрофильных учреждениях дополнительного образования Минска функционирует более 5000 объединений по интересам. В них занимается около 63 тысяч детей, подростков и молодежи. Реализуется более 2000 программ объединений по интересам. Образовательные программы нового поколения обеспечивают гибкость и вариативность обучения. Апробированы дистанционные формы получения образования. Новые образовательные предложения нацелены на формирование у учащихся компетенций будущего, необходимых для успешной профессиональной и творческой самореализации. Ряд проектов в области профессионального самоопределения направлены на создание образовательной среды, максимально приближенной к реальным условиям труда на производстве и социальной сфере. Особая забота и поддержка оказываются одаренной и талантливой молодежи, которая в будущем обеспечит прогрессивное развитие нашего общества. Ежегодно учащиеся системы дополнительного образования становятся стипендиатами специального фонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке талантливой молодежи. В столице 57 творческих коллективов имеют звание народных, образцовых и заслуженных. Учреждения дополнительного образования детей и молодежи Минска активно включились в процесс цифровой трансформации своей деятельности. Создается необходимая материально-техническая база, осуществляется цифровизация образовательной деятельности, цифровые технологии внедряются и в воспитательный процесс, повышается цифровая компетентность педагогов. Минский государственный дворец детей и молодежи – ведущее учреждение образования, где рождаются и развиваются лучшие модели и инновационные практики дополнительного образования. Яркий пример – создание образовательного центра инновационных практик «Детский технопарк Технопрорыв». Учреждения города по праву считаются центрами гражданско-патриотического воспитания молодежи, обладают богатым арсеналом эффективных форм и методов работы по сохранению исторических традиций и героического прошлого нашей Родины. Формированию гражданской активности способствуют современные формы и технологии работы, которые позволяют приобщить детей и молодежь к участию в жизни своей страны в социально значимых проектах. Большой интерес у молодежи города вызывает проект Центра молодежных инициатив «Ступени», в результате реализации проектов которого в городе выстроена система подготовки молодежных лидеров. Важное место в деятельности учреждений дополнительного образования детей и молодежи занимает воспитание национального самосознания при общении к истокам белорусской национальной культуры. Изучению и использованию традиций народного искусства, фольклора посвящены многочисленные проекты учреждений дополнительного образования Минска. В учреждениях дополнительного образования столицы успешно реализуются задачи воспитания и развития семейной культуры, что возможно только при объединении усилий семьи, учреждений образования и социальных партнеров. Здоровье молодого поколения – один из важнейших показателей, определяющих потенциал страны и одна из характеристик национальной безопасности. Сложно представить деятельность учреждений дополнительного образования детей и молодежи без объединений по интересам в спортивной направленности. Педагоги учат ребят преодолевать страхи, развивают выносливость и ловкость, учат работать в команде, сопереживать и поддерживать друг друга. Образовательные проекты в области экологии и туризма способствуют вовлечению детей в практикоориентированную деятельность. Походы, экскурсии, поездки по родному краю дают возможность современным школьникам почувствовать единение с природой, заведиться позитивом, развить наблюдательность, научиться уважительно и бережно относиться к природе. Система дополнительного образования детей и молодежи славится своими талантливыми педагогами-новаторами, ставшими обладателями в специальной премии президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, обладателями премии грантов Мингоросполкома. Этому во многом способствуют столичные конкурсы профессионального мастерства педагогов, которые направлены на совершенствование профессионального мастерства, генерирование инновационных идей, разработку инновационных творческих проектов. Возможности и потенциал учреждений дополнительного образования столицы огромны. Многообразие предметных направлений, устремленность в будущее надежно обеспечивают им востребованность и привлекательность для каждого нового поколения прекрасной белорусской столицы. Мы говорим «Да» детской мечте!